Распаковка покупок и находок с Валдберес. Сегодня у нас будет одежда, обувь, разные интересные штучки для дома и кое-что еще для красоты и для здоровья. А меня зовут Татьяна Потанина и распаковка покупок и находок с Валдберес из других маркетплейсов. Это регулярная рубрика на моем канале. Если вам такая тема нравится, обязательно подписывайтесь. А вообще мой канал посвящен бьютию. У меня здесь много полезных, честных бьюти обзоров. Начну с вот этой коробочки. Здесь есть наклейка хрупкая, поэтому хочу распаковать ее в первую очередь, чтобы потом поставить ее в надежное место и точно ничего не расколотить. Здесь очень симпатичный, такой эстетичный, стильный наборчик для туалетного столика. Ну, по крайней мере, я купила для туалетного столика, а так можно использовать, в принципе, для чего угодно. Это гипсовый набор, состоящий из подставки и двух таких стаканчиков-шкатулочек. Я увидела этот наборчик у кого-то из блогеров в шорт, и как только я его увидела, я такая сразу добавить в корзин, заказать. Потому что это, ну, просто супер эстетичная, красивая вещица. Мне безумно нравится, как выглядит. У продавца, кстати, были разные расцветки. Я долго выбирала между этим белым. И также мне еще понравился такой подмрамор окрас, такой белый с терыми прожилками. Тоже смотрелся невероятно стильно. Сделано все прекрасно, аккуратненько, выглядит, по-моему, очень достойно. Я собираюсь поставить на туалетный столик и класть в эти шкатулочки, в эти стаканчики свои украшения, которые я ношу наиболее часто, на повседневку. Разные колечки, сережки. А вот этой вещью я пользуюсь уже на протяжении нескольких недель, поэтому у меня уже не первое впечатление, а такое сформировавшееся мнение. Это портативный ирригатор для полости рта от Азиана Бьюти. Ну, я думаю, рассказывать, что такое ирригатор в 2023 году, наверное, не нужно. Все наверняка уже и так знают. Ну, если кратко, это такой прибор, который с помощью струи воды под напором прочищает межзубные пространства. Мой первый ирригатор у меня появился, когда я носила брекеты. И тогда я поняла, насколько это классная штука. Брекеты я уже давным-давно сняла, а ирригатором продолжаю пользоваться каждый день. И мой стоматолог, кстати, меня всегда за это очень хвалит. Когда я прихожу на осмотры, на гигиену полости рта, мне всегда говорят о том, что я очень хорошо чищу свои зубы, и мне нет необходимости делать часто профгигиену. Это все благодаря тому, что я использую ирригатор. Он такой миниатюрный, компактный. Именно это, кстати, меня в нем в первую очередь и подкупило, потому что его можно брать с собой в разные поездки, и он не будет занимать много места. Он работает не от сети, то есть вы его заряжаете, и он у вас какое-то время будет работать до тех пор, пока не разрядится. Это тоже удобно, не нужно никакие розетки его там куда-то подключать. Что было в комплекте? В комплекте у нас здесь две насадки, два сопла. Также здесь есть провод для зарядки и понятная инструкция на русском языке. В принципе, инструкция здесь, честно говоря, даже особо не нужна, потому что тут все элементарно понятно. Сюда заливаем воду, открываем клапан, раздвигаем, заливаем сюда водичку, закрываем клапан, включаем прибор. Этой кнопкой выбираем нужный нам режим и чистим наши зубки. Здесь есть четыре режима. Нормальный, мягкий, пульсирующий и режим кастом. На режиме кастом можно подобрать ту мощность, которая будет комфортной именно для вас. Мне еще понравилось, что здесь довольно большой отсек для воды. Получается набрать столько воды, чтобы как следует прочистить все зубы. Еще здесь есть автоматический таймер для отключения. И у этого ирригатора влагостойкий корпус. И цена у него весьма доступная. На Балберис он стоит 2300 с копейками рублей. По-моему, прекрасная цена за такой классный гаджет. По качеству, по исполнению у меня вообще никаких придирок нет. Сделано все просто прекрасно. В общем, я довольно могу от себя посоветовать. Но имейте в виду, что ирригатор не заменяет чистку зубов щеткой. Это дополнение к чистке. Давайте теперь переходить к распаковке обуви. И у меня здесь две пары сандалий от бренда BOTODAY. Я думаю, если вы увлекаетесь шоппингом на Али и смотрите разные распаковки с Алиэкспресс, вы про этот бренд наверняка знаете. Потому что на Алиэкспресс это, наверное, главный обувной бренд с очень качественной кожаной обувью. И у меня от этого бренда была обувь, поэтому я с ними хорошо знакома. И когда я узнала, что они появились на Valperis, я была очень рада. Ну, потому что, сами понимаете, да, это гораздо удобнее заказать на Valperis, чем на Алиэкспресс. Потому что на Valperis можно прийти, померить, понять, твое не твое, не нужно долго ждать. Короче, это просто прекрасная новость, что этот бренд теперь у нас есть в России. Упаковано, как обычно, у этого бренда просто великолепно. Сандалии находятся в таких вот отдельных мешочках, пыльниках. И первые сандалии я выбрала молочного цвета. Это натуральная кожа. И здесь золотые акцентные пряжки. Я заказала размер 41. У меня стопа длиной 25,5 см. В некоторых брендах у меня 39 размер, в некоторых 40. Но чаще все-таки, наверное, 40 у меня бывает, чем 39. И вот здесь на подошве как раз-таки написано 25,5. Прям мой размерчик. Эти сандалии хорошо подойдут на широкую ножку. У меня ступня среднего размера. И не широкая, и не узкая. И мне они прям вот чуть-чуть, чуть-чуть по ширине свободны. Но я, в принципе, думаю, что мне в них будет летом в жару очень комфортно. Потому что в жару ноги имеют свойство немножко распухать. Ну, по крайней мере, у меня. И как раз ничего нигде не будет давить. По длине они мне прекрасно подошли. Они очень удобные. Здесь внутри не скользящая поверхность. Это, кстати, важно. Потому что у меня как-то были сандалии, которые здесь были такие скользкие внутри. Что у меня нога постоянно проскакивала вперед. Сделаны так, что вот комар носа не подточит. Все просто идеально. Уже моя мама, кстати, заказала точно такие же сандалии. И тоже ими невероятно довольна. Они обалденные. Также есть эти сандалии еще, по-моему, в черном цвете. Да, есть еще в черном цвете. Но я смотрю, их разбирают просто как горячие пирожки. Уже практически нет в наличии размеров. Ну, неудивительно, потому что обувь действительно хорошая. И коробка номер два. Тоже вот BOTODAY. Здесь тоже каждый ботинок, точнее, каждая босоножка, каждая сандалина. Сандалина? Как сказать сандаль? В местном числе сандаль, сандалина? Не знаю. В общем, здесь тоже все в таких мешочках, в пыльниках. И вот эти сандалии – это просто хит этого бренда. Я от многих блогеров слышала о том, что они просто нереально удобные. Что в них просто как в тапочках ходишь. И я вот их очень сильно хотела. Я выбрала себе карамельный цвет. Также там еще такие сандалии есть в молочном цвете. И здесь я уже взяла сороковой размер. Я, кстати, ориентировалась на отзывы. В отзывах писали девчонки, что они больше мерят. Поэтому я взяла сороковой. И этот размер мне тоже хорошо подошел. И вот эти сандалии, они уже гораздо уже по ступне. Они подойдут на нормальную ножку и на узкую ножку. На широкую – не знаю, как вот здесь вам будет. Но вы можете сказать, в принципе, померить. Если не подойдет, то, соответственно, отказаться. Сандалии эти на липучках. Это, конечно, удобно. Очень быстро надеваются, снимаются. Выглядят они достаточно массивными. Но на самом деле я удивилась тому, что они вообще не тяжелые. На ножке они ощущаются очень комфортно. Вот реально в них как в тапках. Уверена, что летом я просто не буду из них вылезать. Очень тоже ими довольна. Цвет универсальный. Подойдет подо все. Очень классные. Карамельные сандалии сейчас стоят 6 965 рублей. А вот эти сандалии стоят 5 724 рубля. Девчата, у меня в Telegram стартовал розыгрыш нового набора классной косметики. Победительница получит палетку теней Charmin Mocha от Evelyn. Палетку теней в нюдовых оттенках Infinity Color LN Pro. Потрясающий соляной скраб для тела с маслами от Aura Skincare. Минеральную пудру от Evelyn Varieté. Тушь для бровей от Stellar. Прозрачный фиктирующий гель Evelyn. Консилер Max Factor Face Finity. Бальзам-блеск для губ с малинкой Evelyn. И 4 увлажняющие тканевые масочки для лица. Для того, чтобы выиграть этот набор косметики, нужно подписаться на меня в Telegram. Ссылка будет в описании под видео. И ищите там пост с этим розыгрышем. Раз уж начала тему обуви, давайте тогда продолжим про одежду, а потом поговорим про разные штуки для дома. Брюки карго. Я уже их показывала в своем Telegram канале. Я хотела карго-брюки такие, чтобы они были не синтетические. Потому что большинство карго-брюк сделаны из полиэстера. А летом в полиэстере попе будет жарко. Попа будет потеть. Будет некомфортно. Поэтому я выбрала карго такие, чтобы материал был натуральный. Здесь материал натуральный. А я в них успела походить, когда у нас был в Москве один жаркий денек. Сейчас опять похолодало. Но, в общем, я уже успела их выгулить. И могу сказать, что в них было действительно очень комфортно. Ничего нигде не потело, не прело. Они свободно сидят на теле. Очень стильно смотрятся. Но я думаю, вы знаете, карго-брюки это сейчас прям хит сезона. Хит сезона самое модное, что только может быть. Внизу они на завязочках. Можно затянуть. Можно, в принципе, оставить широкими. Ну, мне нравится, когда они затянуты. И на поясе здесь также есть завязки. Такие же, как внизу. Резинка довольно широкая. На теле комфортная. Не передавливает. Я взяла для себя 46 размер. Свои параметры, кстати, оставлю в описании, чтобы вам было удобнее ориентироваться. В принципе, я так и ношу 46. То есть, они идут размер в размер. Очень они мне нравятся. Я ими довольно с удовольствием буду их продолжать носить. А, и, кстати, про длину-то не сказала. У меня рост 171 сантиметр. И мне они по длине прям шикарно. Прям шикарно подошли. Брючки эти стоят 1846 рублей. Укороченные футболочки от бренда Телодвижение. Эти футболки я взяла в двух цветах. Вот в таком мятном и в пудровом. Пудровый дальше покажу. Я выбрала для себя размер L. Здесь материал хлопок с небольшой примечью синтетики. Сейчас посмотрим точный состав. Хлопок 95%, полиэстер 5%. Они тоже очень комфортные. Я тоже уже успела поносить. Ни жаркие, ни потные. На теле ощущаются очень легко, потому что нигде не прилегают, не сковывают. В общем, на лето просто супер вариант. И мне понравилась длина. Они как бы укороченные, но при этом не настолько короткие, чтобы половина твоего тела сверкала. Я вот все-таки как-то стесняюсь ходить полуголая по улице в городе. Поэтому, да, вот это, мне кажется, очень хороший вариант в плане длины. Тоже ими довольна. И вот футболочка в пудровом свете. Давайте ее откроем. Она точно такая же, только другой оттенок. Вообще, у этого бренда есть эти футболки в самых разных цветах. Тут очень большой выбор. И стоят они сейчас 631 рубль. Рубль цена, по-моему, тоже прекрасная. Еще из одежды заказала себе такой укороченный лонгслив сетчатый. Это сейчас тоже тренд. Всякие вот такие полупрозрачные сеточки. И я выбрала себе анималистичный принт. Такая антигрица-левица. Какой я взяла размер? Я взяла размер L. Застав здесь указан вискоза, хлопок, эластан. Внутри здесь подкладочка хлопковая, приятная к телу. А сама сетка, ну понятно, что это, конечно же, не хлопок. Это вот, наверное, вискоза эластан. Смотрится классно. Подходит под разные низы. И под джинсы, и под какие-то брючки. Ну, в общем, такая, мне кажется, достаточно универсальная вещь. Хотя принт у него акцентный, заметный. Тоже довольна. И стоит этот лонгслив 947 рублей. Давайте переходить к покупочкам для дома. И у меня здесь есть две наволочки для подушек. Декоративные наволочки. Я еще не распаковывала, буду делать это вместе с вами. Но я помню, какие они были красивые на картинке. Надеюсь, что и в жизни окажутся такими же. Ну, во-первых, да, обратим внимание на то, как все красиво упаковано. Можно, конечно, брать на какие-то подарки. Ой, у нас здесь какая-то штучка интересная лежит. Здесь написано, что это soft towel. Это, наверное, такая штука, которую кладешь в воду, и она разбухает и превращается в полотенце. Наверное, что-то типа такого. Ну, это подарок от продавца. Это, конечно, всегда приятненько. И вот одна сама наволочка. Та-дам! Ну, красота! Выглядит все так же, как и на картинках. Так же, как я себе и представляла. Здесь такая плотненькая ткань, похожая на какой-то хлопок со льном. Давайте посмотрим состав. Состав здесь 100% хлопок. Льна никакого нет. Просто такой довольно грубый хлопок, как, знаете, как мешковина. На лицевой части наволочки узор в виде ромбиков из нитей. То есть, такая вот выпуклая бахромушка. И вот эти милейшие кисточки сбоку. Ну, красота! Мне кажется, они очень классные. Я, когда их увидела, прям сразу влюбилась. Здесь, по идее, должна быть молния, но я ее не вижу. Где она? Вот она. Здесь у нас скрытая молния. Ага, все прекрасно. Молния работает. Стоит одна такая наволочка 730 рублей. Давайте откроем вторую, посмотрим, все ли в порядке. Здесь у нас тоже лежит сюрпризик, презентик от продавца. И как выглядит вторая наволочка? Точно так же. С ней тоже все прекрасно. Следующая покупка – это салфетница с бамбуковой крышкой. Я сюда кладу салфетки из таких вот прямоугольных коробок. Просто вынимаю их оттуда и кладу в эту коробочку. Потому что мне кажется, что такая салфетница смотрится гораздо эстетичнее, чем разные пестрые упаковки с бумажными салфетками. Салфетница очень удобная. Салфетки отсюда хорошо вытаскиваются. Ничего нигде не застревает, не комкается. Сделано все прекрасно. Даже не знаю, что еще о ней сказать. У очень многих продавцов есть такие салфетницы. Поэтому смотрите, в общем, где будет выгоднее купить. Силиконовая варежка-прихватка. Все мои прихватки подизносились. А у меня все прихватки, ну, такие вот обычные, старенькие, тканевые, с синтепончиком внутри. И захотелось мне, в общем-то, чего-то новенького. И взяла я вот такую вот силиконовую варежку-прихватку. У меня еще никогда таких не было. Посмотрим, насколько это будет удобно в эксплуатации. Ну, на первый взгляд, вроде бы, все удобно. Рука сгибается. Наверное, все должно быть хорошо. Если вы пользуетесь такими варежками, напишите, как они вам, долго ли они вообще служат. Заказывала я ее за 300 рублей. И здесь написано, что у нее жаропрочность до 240 градусов. То есть, по идее, ничего расплавиться не должно. Ну, посмотрим это, конечно, дальше. И тут еще есть удобная петелька, чтобы вешать на крючок. Еще одна покупка, которую я буквально сегодня, перед началом этого видео, забрала из пункта выдачи. Это фетровая папка конверс. Стоит эта фетровая папочка 300 рублей. Сделана прекрасно. Шовчики все ровненькие. Ну, как бы вот вообще придраться не к чему. Выглядит, по-моему, очень эстетично. Продавец здесь в карточке товара пишет, что ее можно и для документов использовать, и для того, чтобы убирать сюда 13-дюймовый макбук. Ну, честно говоря, кажется, мне как будто бы макбук сюда не влезет. Я попробую за кадром, влезет ли сюда макбук, и потом текстом пущу, наверное, по экрану. Мне почему-то кажется, что как-то она, наверное, узковата для него будет. Но попробовать можно. Но в первую очередь, эта папка мне нужна не для того, чтобы в ней ноутбук переносить, а для того, чтобы документы в ней хранить. Хорошенькая такая. Просто гениальнейшее, на мой взгляд, изобретение. Это многоразовый валик для очистки одежды. Помните, вот эти одноразовые валики? Я думаю, они у вас у всех были или есть, на которые нужно покупать специальные вот эти сменные блоки. Нужно снимать старую ленту, чтобы почиститься. Здесь ничего делать не надо. Здесь у валика такая липкая, клейкая поверхность. Почистились. Потом просто его помыли под водичкой с мылом. Вся шерсть, вся пыль снимается такими катышками, пока его моешь. И просто убрали вот в этот чехольчик. Я уже его использовала. Так, подождите. Не той стороной. Не той стороной. Как тебя убрать-то, господи? Вот, все. Я им пользовалась пока что всего два раза. Ну, за два раза он проявил себя прекрасно. Пока из строя не вышел. Посмотрим, сколько это приспособление проживет. Если вы, кстати, давно пользуетесь, поделитесь с нами в комментариях, надолго ли его хватает. Пока я прям очень довольна. Это, правда, гораздо удобнее, чем разные одноразовые валики. Из покупок для дома у меня еще есть лейка. У меня была лейка из Икеи. И она у меня сломалась. И потом у меня долгое время стояла бутылка. Обычная двухлитровая бутылка, в которую я набирала и отстаивала воду для поливки цветов. Я вот смотрю на эту бутылку и думаю, господи, что я пользуюсь этой страшной бутылкой. Почему я лейку-то никак себе не куплю? И вот, наконец, зашли руки заказать. Выбрала себе вот такую минималистичную серую с персиковой ручкой. Лейка абсолютно простецкая. Здесь просто пластик. Никаких, в общем, прибамбасов нет. Но, мне кажется, выглядит она очень так симпатичненько. И, ну, не берет на себя много внимания, так скажем. Сливается с интерьером. Здесь удобный, длинный, тонкий носик. И объем у этой лейки 1,7 литра. И последняя сегодня покупка. Это лак для ногтей. Я уже давным-давно отказалась от гель-лака. Но меня, кстати, в последнее время подмывает прям пойти и все-таки сделать себе снова гель-лак. Но пока держусь, девчонки. Не хочу возвращаться к гель-лаку. Я вам как-то рассказывала почему. Потому что, во-первых, это очень сильно портит ногти. Но это как бы ладно. Ногти, не зубы, они отрастают. Мне очень не нравилось, как отрастает гель-лак. У меня быстро растут ногти. И уже где-то через, наверное, неделю-полторы после маникюра, отросший гель-лак меня просто выводил из себя. Я смотрела на свои руки, думала, господи, как это неухоженно и некрасиво смотрится. А как бы каждые полторы недели ходить снова и переделывать покрытие, это просто нереально. Поэтому я от гель-лака отказалась и уже очень давно не пользуюсь. Но я люблю всякие вот такие лаки в молочных оттенках, в розоватых оттенках, полупрозрачные, которые делают эффект как бы своей ногти только лучше. И вот этот лак как раз из этой категории. Он от бренда Step & Style. У меня это оттенок номер один Step French. Это молочно-белый полупрозрачный оттенок с перламутром. Он немножечко так поблескивает на ногтях. Смотрится на самом деле очень красиво, но не скажу, что это супер простой в нанесении лак. В один слой он ложится еще как бы нормально, достаточно ровно. А вот чтобы вторым слоем его ровно нанести, нужно уже немножечко повозиться. И в плане стойкости он плохо держится. У меня максимум дня три. Это прям максимум. Хотя некоторые такие полупрозрачные лаки у меня выдерживают и там по четыре, по пять дней практически без сколов. Этот у меня уже где-то на второй день начинает с кончиков потихоньку обламываться. Поэтому да, в плане стойкости особо похвалить не могу, но смотрится на ногтях красиво. Ну что, на сегодня заканчиваю. Вот такие у меня в этот раз покупочки и находочки. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть. Ссылки на все ждут вас в описании под видео. Встретимся с вами в новых роликах. Не забывайте поставить лайк. Это очень меня мотивирует продолжать снимать дальше и помогает продвижению моих роликов. Обнимаю. Пока-пока. До встречи. Продолжение следует...